Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, в прошлой передаче вы очень важную тему затронули. Мы говорили ещё и о живых, и о мёртвых. И вы говорили… Вот интересный момент, откуда у большого количества людей, здравомыслящих, нормальных людей, казалось бы, адекватных, возникает вот это желание или стремление к самоуничтожению, особенно сейчас, в период, когда мы живём в последние времена, и когда наш мир находится на грани, когда происходят климатические катастрофы. Часто можно услышать от людей мысль про то, что «давно пора». И вот огромная благодарность за то, что вы разъяснили, что подобная мысль — это ещё и желание большого числа субличностей, которые как раз-таки фонят таким образом в человеке. И вот этот разговор ещё раз напомнил каждому, потому что он является носителем, по сути, ада и рая внутри себя. И очень много пониманий и размышлений у ребят было. И вот один из интересных вопросов, который они задали, я бы хотела, наверное, с него начать сегодняшнюю нашу беседу. Зачитаю. Когда-то в передаче «Знамение» говорилось, что «чем ближе мы будем к последнему дню, тем активнее будут становиться мёртвые, тем больше они будут вмешиваться в жизнь живых, начнут атаковать живых, чтобы живые как раз выбрали жизнь, а не смерть, будут заставлять нас, по сути, шевелиться в направлении сохранения жизни. И вопрос в том, услышим ли мы мёртвых в конце времени, сможем ли принять правильное решение, чтобы выжить и дать жизнь даже им». И вот интересные вопросы возникли у ребят. Каким образом мы можем их услышать? Что они нам должны сказать или дать понять? Каким образом они будут это говорить? Если посредством мыслей, то, с другой стороны, вот мысли такие и состояния, которые приходят, «да горе оно огнём, пускай весь этот мир рушится, быстрее бы он закончился», вот они немного несозидательные такие и, наоборот, способствуют немного разрушению этого мира. Каким образом человек может их услышать, услышать вот этих субличностей внутри себя? Ну явно не так, как я сейчас слышу тебя и как наши друзья слышат и меня, и тебя. Посредством мыслей? Посредством мыслей тоже. Нет, посредством мыслей можно услышать, если, скажем так, слишком активная и сильная субличность, которая входит между сознанием, скажем, и Личностью вот как третьей силы, то есть замещая сознание, тогда мы можем слышать как мысль субличность. А воздействовать напрямую на мысль, скажем, большинство субличностей так аккуратно, они этого не смогут сделать, чтобы мы их услышали. А вот состояние, то есть наше внутреннее состояние, то, что влияет на наше настроение, на наши чувства, на наше восприятие, вот оно как раз и является тем, скажем, их голосом, который мы воспринимаем. Ну по факту это не голос, это их, если можно так выразиться, чувства, которые передаются нам изнутри, из глубины. То есть сознание потом просто как декодирует, да, таким образом мысль уже? Да, ты права, декодирует, интерпретирует по-своему и тому подобное. Но чаще эти состояния мы воспринимаем как свои Личные. И вот опять, вот смотри, давайте, друзья, разберём простой пример. То есть идёт разговор или же показывают какую-то сценку или где-то в гаджетах мы смотрим о том, что мир приближается к концу. И мы даже не думая говорим о том, что давно пора. То есть вот мы уже осудили этот мир и вынесли ему приговор, забывая о том, что мы являемся частью этого мира. Простой вопрос. А как такое возможно, друзья? Где наш инстинкт самосохранения? Где наше стремление жить? И почему такое происходит? И главное, что мы это говорим как раз от этого внутреннего ощущения. Его чувством даже не назовёшь. Это ощущение. Но оно какое-то доминирующее и такое вот давящее изнутри. И оно охватывает и наши мысли потом. Оно задаёт, скажем так, тему для размышлений нам. И влияет, в принципе, на повседневную нашу жизнь очень крепко. Вообще, если посмотреть, то мёртвые очень сильно влияют на живых. Нам достаточно посмотреть то, что творится сейчас в мире, и логикой мы это не поймём. Ну да, можно посчитать, что кому-то выгодно, кому-то невыгодно, но то, до чего мы докатились, в целом мы в мире. Я имею в виду и в экономике, и в геополитике, и в перспективах, даже в перспективе, скажем, ядерной войны. То есть некоторые скажут, они пытаются стимулировать свой электорат и заслужить доверие, играя нашими чувствами, те, кто это говорит, имею в виду. Но, с другой стороны, об этом говорят, и это уже слишком много. Это нормально, когда люди ведут разговор о том, что весь мир будет уничтожен. Не сомневаются в том, что конец этому миру скоро будет. Совершенно верно. Даже если говорят сгоряча, что вот так и нужно этому миру. Но внутри-то они не сомневаются, что этому миру уже грядёт конец. По какому сценарию развивается пока что этот мир? Этот мир развивается как раз по тому сценарию, который бы нам никому из живых, скажем, не хотелось бы. Почему? Потому что это бесперспективность этого мира, это конечный путь всей цивилизации. Ну у нас, слава богу, цивилизации нет, но есть сообщество людей, которое стремительно развивается непонятно куда. Так вот логика здесь очень проста. Когда здравомыслящие, умные, даже доброжелательные люди говорят о том, что этот мир заслужил того, чтобы он был уничтожен, в том числе обрекая себя на смерть. Вот каким образом влияют мёртвые на живых, на принятие наших решений. А каким образом они нас будут, скажем так, расшевеливать в этом направлении, чтобы мы всё-таки как-то шевелились и спасали? Здесь парадокс. Ведь субличности действительно боятся смерти. Второе. То есть они боятся вот этой бездны, вот этой пропасти и растворения там. Но их существование тоже тяжело и невыносимо. Они хотят избавиться от страданий, но они боятся смерти. И здесь что превалирует? Скажем проще, какая бы жизнь ни была — она жизнь. И они за неё цепляются. Поэтому как бы они ни хотели прекратить свои страдания, и мы это тоже чувствуем, но они хотят ещё и пролонгировать своё существование. И мы это тоже чувствуем. Вопрос лишь в том, что продоминирует и как мы отреагируем на это. Ну если разбирать по полочкам, то за Созидательное общество они точно не будут, скажем так, голосовать. Вот это тоже интересно. Ведь сознание ждёт, что наверняка они вот так за нас вступятся, так захотят жить, что начнут нам рассказывать какие-то решения, либо научат нас чему-то, либо скажут, смотри, Созидательное общество. Какая перспектива хорошая для жизни тебе не будет? А как они расскажут, если мы их воспринимаем лишь на таком вот больше интуитивном или слегка ощущаемом в таком уровне фон? Может, мысли внутри в голове будут рождаться про то, что смотри, какие нас с тобой ждут прекрасные перспективы… Перспективы. Но им-то ничего не светит. Дело в том, что те перспективы, которые раскрываются перед человечеством, перед нами, друзья, в Созидательном обществе, для субличности они недоступны. А развитие более совершенного общества для них губительно. Но дело в том, что вот этот путь как бы даёт им огромную отсрочку на многие-многие ободы. Но тем не менее они прекрасно понимают, что мы как человечество скорее выберем не Созидательное общество, а мы выберем скорее Единое мировое правительство. Почему? Потому что всё-таки мёртвые очень сильно влияют на живых. И вот смотри, у них иерархия. То есть вообще там, что находится за тенью жизни, там очень жёсткая иерархия. Подобно той иерархии мы строим иерархию здесь. Как там идёт вечная борьба за доминирование и власть, так же само и мы себя ведём здесь. То есть исходя из этого приходит понимание, что люди, даже те же самые борцы с глобализмом, они первые побегут голосовать за Единое мировое правительство. А вот за Созидательное вряд ли они захотят. Им ближе вот этот сценарий иерархичного построения. Конечно. Вот они борются с этим, но в то же время об этом мечтают. Интересно, что при информировании о Созидательном обществе действительно встречается много здравомыслящих людей, которые понимают, что, возможно, общество, которое не строится на иерархии, но очень много и тех людей, которые называют это утопичным, потому что, получается, субличностям в них не знаком этот тоже сценарий? Нет. Здесь ещё работает фактор того, что люди не ознакомились, они не вникли, что такое Созидательное общество. Ну и как-то шаблонно отмахиваются. Вместо того, чтобы изучить проект, люди судят, скажем, по первым словам, и «да нет, это неприемлемо, ну как такое может быть?» Правильно. В потребительском формате этого быть не может. Просто до людей не доходит, что меняется весь формат на всём земном шаре. И у них сразу возникает вопрос «а кто вам это разрешит?» А у кого спрашивать разрешение? Да. Бог точно не против, а всё остальное должны делать люди, причём все люди, на всех уровнях, в том числе и политики, и все. Тогда у нас есть шанс построить Созидательное общество и действительно пролонгировать наше пребывание здесь ещё на тысячи и миллиарды лет. Это реально. Знаете, Игорь Михайлович, интересный момент всё-таки просвеживается, что когда люди узнали про то, что субличности будут подталкивать людей, шевелиться как-то, чтобы люди всё-таки приняли правильное решение и спасли жизнь, то тут же ты отмечаешь, как сознание хочет переложить ответственность уже на субличности, чтобы они обязательно нам придумали решение, чтобы они нас научили, например, как брать на себя ответственность, научили, как действовать, так сказать, с перспективой на будущее. Почему-то мы всегда хотим, чтобы за нас кто-то что-то сделал. И вот смотри, все легенды говорят о том, что кто-то придёт и всё сделает. И вот выбираем президента и перекладываем на него всю ответственность, он должен сделать. Если не сделал, то он такой нехороший. А если сделал, то это же нормально, мы для того его и выбирали. Вот насколько мы безответственные люди, а всё-таки пришло время ответственности, ответственности каждого. И это действительно так. И в данное время за нас никто не примет решения, как нам поступить. Но наш выбор, он повлияет на будущее. Не только наш, но и наших родных и близких и всего человечества. И это действительно так. А почему происходит тут? Почему мы перекладываем ответственность на других? Ну я скажу проще, нас к этому приучили. Из нас действительно сделали ромбов. Мы забыли, кто мы. Мы перестали принимать решения самостоятельно. С другой стороны, мы чувствуем себя уверенно, мы свободны, мы защищены и понимаем прекрасно, что всё это ложь. Никто из нас ни от кого и ни от чего не защищён. Мы прекрасно понимаем, что уверенности существования в этом мире у нас нет ни в чём. Вот реально ни в чём нет уверенности. Одна уверенность, что рано или поздно наше существование здесь завершится, а остальных уверенностей нет. Нет уверенности в том, что сохранишь свою работу, что сохранишь свой дом, что сохранишь своё здоровье, ну и многое другое. Всё под вопросом. То есть человек абсолютно не защищён здесь, в этом мире. И он подвержен негативному воздействию не только здесь, в привычном нам трёхмерном мире, от таких же, как и мы, то есть от других людей. Но ещё человек и подвержен воздействию третьих сил. Мало того, ещё и мертвецов. И это действительно так. И каждый из нас это чувствует. И вот знаешь, что самое странное? Самое странное, на мой взгляд, это то, что люди прекрасно понимают и чувствуют то, что происходит. Вот все люди прекрасно понимают. И вот это чувство, идущее даже не от бывших живых, скажем аккуратно, а это чувство идёт из глубины оттуда, как говорят, от сердца или от души. И это понимание чётко нам даёт осознать, что этот мир конечен, и что мы должны что-то делать. И вот оно нас подталкивает к действию. Это больше идёт всё-таки от Личности. То есть действительно от Души к Личности. Без фона обречённости. Совершенно правильно. И оно говорит о том, что мы что-то можем. И здесь же включается сознание, которое парирует это всё и говорит, «А с чем бороться? Ведь всё хорошо. Ну мало ли, там где-то дождик прошёл, ну где-то землетрясение. А что, первый раз землетрясение на земле или что? Ну вулканчик сработал. Ну всегда было, чуть-чуть потеплило. Ну радуйся, теплее стало». Ну так же. Почему система так беспечна в нас? Ой, да потому что она бессмертна. Вот тебе и ответ унесу. Система сама — она бессмертна. Для неё существует сфера, не существует. У неё этих сверхмиллиарда. Еле переживать по этому поводу. Знаешь, это… Ну я скажу так. Представь, в интернете есть определённый сайт, на него все заходят, да? Ну один не зашёл, ну и всё. Ну отвалился один пользователь, да другой появится. Ну так, в системе что есть, что нет. А вот нам, как пользователю, это крайне важно. Почему? Потому что это наш мир. Выйти за сферу мы не можем. Прекращение существования её, она тоже не очень жила на теме, скажем, кто жил до нас, но не освободился. Вот в этом и смысл. То есть наше сознание смертно ему страшно, а в самой системе нет, да? Да, в системе нет. Наше сознание, оно, конечно, смертно. Ведь то, что становится субличностью опять-таки, это наше сознание, и первичное, и вторичное, и мы как Личность становимся субличностью. Но тогда мы уже чётко понимаем, слышим и понимаем, где сознание, где мы. Мы понимаем, что оно хочет и как устроен мир. А разве сейчас мы этого не понимаем? Просто мы не уделяем времени и внимания для того, чтобы изучить самого себя, чтобы понаблюдать, откуда приходят и как приходят мысли. Мы уже миллион раз об этом говорили. Ну это же действительно так. Просто понаблюдайте. Понаблюдайте, как вы воспринимаете информацию, как вы её перерабатываете, ну и вообще, что творится у вас внутри, что вы знаете, о чём ещё не ведаете. Ведь это же легко. Достаточно просто вот сесть, успокоиться и посмотреть себя по проблеме того же климата, подумать о будущем нашей планеты, о своём будущем. И вот здесь парадокс. Когда ты думаешь о планете, конечно, когда о своём будущем начинаешь думать, то здесь включается поверхностное восприятие, и нам как бы и смерти впереди не видно. И вот то, о чём мы с тобой уже говорили, человек на пороге смерти вследствие болезни, ещё чего-то, а он продолжает строить планы на годы вперёд — сознание не воспринимает это, оно не воспринимает понятие смерти. Для неё смерть — это духовное спасение человека как Личности. Вот этого оно не хочет. Даже интересно, что когда ты знаешь вот эти сценарии, ты видишь, как сознание, безусловно, хочет заботиться о сегодняшнем дне. И мне вспомнилось, как вы когда-то рассказывали про субличности, что какой у них жизненный опыт. Они только об этом и думают, о том, как утолить здесь и сейчас вот этот голод внутренний. И субличности явно не научат нас ответственности, потому что их путь — это путь без ответственности как раз таки. Если бы они были ответственны, они были бы живыми. Они стали мертвецами. То есть они просто уничтожили себя, они обрекли себя на страдания и на смерть. А какой ответственности мёртвых… Чему они могут научить нас? Да, можно говорить. И чему они могут научить нас? Разве не обладают опытом жизни? Нет. Они обладают опытом манипуляции и опытом, как уничтожить своё будущее. Они этому нас и учат, опять-таки. Оставить на потом. Да, то, что ты обязан был сделать вчера. Так оно и происходит. А кто не сталкивался с этим? Понимаешь, вот этот мир наш, осязаемый, он гораздо проще и сложнее одновременно. Если мы относимся к нему поверхностно, без должного внимания, то кажется, что всё хорошо. Кажется, что и мы устроены, если не задумываемся о себе, если мы не обращаем внимания на свои внутренние ощущения и восприятия, просто вот живём шаблонно, как любое животное, то вроде бы оно всё и хорошо. Ну есть проблемки, но они же решаемые, особенно если человек, скажем, более-менее устроен. Но внутри-то пустота. И это заведомо человек, став рабом собственного сознания, он уже заведомо начинает умирать, то есть он переходит уже в состояние субличности. Давай посмотрим вот простой пример. Живёт человек, да? Вроде бы всё хорошо, всё прекрасно — семья, дом, работа. Ну вот вообще придраться не к чему. Встаёт утром — солнце светит. Ну радуйся. А почему внутри грусть? Почему тяжесть? Ну мы начинаем оправдывать тем, что… Вот мы же размышляем о будущем. Ну а сейчас такое вот время турбулентности и в экономике, и в геополитике. Возможно, из-за этого человек и может ощущать вот эту вот некую тяжесть внутри, да? Пытается расшифровывать. Неуверенности в завтрашнем дне. А по факту, если честно, ведь нет людей, которые могут сейчас вот глубоко вздохнуть и сказать «свобода». Нет, те, кто сказать-то могут, а смысл — ощутите их в полной груди и уверенности в завтрашнем дне. Вот в этом и весь феномен. Потому что внутри люди чувствуют всю реальность и приближающийся финиш. Из-за этого людям и не весело. Вот смотри, как оно происходит. Вроде бы казалось, но всё просто. Достаточно людям изменить, скажем, своё поведение, выбрать что-то позитивное, и всё поменяется. Я уже не говорю о созидательном обществе. Вообще вот на позитив переключиться. Способны ли люди переключиться на позитив? Многие скажут, ну мир-то такой негативный, да? Как же ж ты в нём переключишься на позитив? Ну вот речь как раз и идёт. А зачем нам негатив? Почему мы его включаем? Я не говорю сейчас о климате, ещё чего-то. Я говорю сейчас о взаимоотношениях между людьми, странами и тому подобное. Зачем мы включаем негатив? Почему мы не можем найти позитив и объединиться на позитив? Потому что чьи-то интересы, ну даже те, чьи интересы, вот эти негативные ситуации, ну скажем так, и обеспечивают, всё равно у тех людей внутри негатив. То есть замкнутый круг получается. А как выйти из этого круга, Игорь Михайлович? Как можно победить вот это сознание внутри себя? Ответственность взять. Здраво посмотреть на то, что происходит, на то, что вокруг, то, что действительно происходит с климатом, посмотреть ответственно на своё будущее, на своих родных и близких. Просто взять на себя ответственность. Сейчас время ответственности. Это факт. Если человек, скажем так, действительно подойдёт к своей жизни в первую очередь ответственно, он поймёт, что нужно делать. Вот любой нормальный человек поймёт, что мир нужно менять. И менять его нужно в лучшую сторону. То есть это однозначно. Мне ещё запомнилось, как когда-то Вы говорили, что победить шайтана, победить систему можно только открытостью и правдой вот этой… А по-другому не получится. Лжеца можно победить только правдой и весь ответ. Поэтому ответственность, правда и Любовь Божья, и всё будет хорошо. Вообще тема замертвецов всегда на ней интересна. Они сделали свой выбор. Они заслужили то, что получили. Знаете, Игорь Михайлович, главное, к каким выводам внутри человек приходит. Тема тоже, может, она и тяжёлая, но она очень важная, потому что ты понимаешь, что… Да не тяжёлая, она неприятная. …ответственность — это то, что свойственно живым. Потому что будучи мёртвым внутри, ты будешь тем, кто переложит ответственность. Будучи мёртвым внутри, ты будешь тот, кто переложит на потом. И только чувствуя вот эту жизнь внутри или хотя бы стремясь к этой жизни настоящей, ты будешь тем, кто возьмёт ответственность, что ответственность может быть только у Живых и способствует Жизне. Так что, друзья, давайте брать ответственность… Ответственность Живых. В первую очередь ответственность Живых. И давайте просто любить друг другу. Спасибо. Спасибо огромное. Вам спасибо, друзья. Мир вам.